Черный лебедь. Премьера в Самарском зоопарке. Пара благородных птиц Анатолий и Анастасия впервые за 8 лет вывели потомство. Событие вообще неординарное. В неволе птенцы этой породы и именно такого окраса появляются крайне редко. Новый обитатель своих родителей, правда, еще ни разу не видел, а воспитывают его утки. А тех, у кого точно все не как у людей, репортаж Татьяны Пудовой. Пока лебедь еще совсем маленький, во время купания за ним присматривают специалисты. Специалисты нельзя допустить, чтобы малыш сильно намок или переохладился в воде. Вылупился он 18 дней назад. Уникальное событие. Однако мама Анастасии и папа Анатолий, которые 7 лет назад прибыли в Самару из Краснодарского края, свое потомство не видели и не увидят. Кладку из яиц пришлось переместить в инкубатор. Самка по неизвестным причинам спустя неделю перестала ее насиживать. Бессонные ночи, круглосуточное наблюдение специалистов и через три недели на свет появился один абсолютно здоровый лебеденок. Из 11 отложенных яиц. Он абсолютно нормальный вышел из яйца, как положено. По времени не ел два дня, у него там внутри желток этот рассасывался. И потом стал активно кушать. Мы ему добавили в товарища уток, они его есть научили. Видите, он сейчас меня ест заодно. Вот малыша воспитываем мы, то есть специалисты отдела. Он находится отдельно от своих родителей, они его не признают, они его не знают. Если пустить его сейчас в бассейн, они его разорвут на куски и убьют. Эти птицы крайне агрессивны, они территориальны, живут парами. Пока птенец в полной мере соответствует сказочному понятию «гадкий утенок». Он коричневато-серого цвета и совсем не красавец. Грациозным и черным он должен стать только на следующий год после очередной линьки. Он еще совсем маленький, еще боится, видимо, и плавать, и вообще птенец. Прям очень хорошее впечатление оставил. Еще одно пополнение в зоопарке ожидается осенью. Самка крокодилового каймана Кокоша отложила 30 яиц в конце июня. Татьяна Пудова, Сергей Павлов, Новости губерния.